С праздником! Которые одновременно именуются и Днем Святой Троицы, и Днем Святой Пятидесятницы, и мы вспоминаем и сошествие Святого Духа на святых апостолов, которое, в общем-то, положило собой начало и подлинному богопознанию, познанию Святой Троицы, и начало рождения самой Православной Церкви. Потому что именно в Духе Святом Церковь рождена, именно в Духе Святом она поддерживает свое историческое бытие, существование, именно в Духе Святом она совершает свое существование вечное. Поэтому для нас этот день, эти дни празднования Стой Троицы, они такие совершенно особенные, связанные с тем, что в эти дни мы празднуем и то великое откровение Божие, которое было дано Богом еще на самой заре человеческого существования, начало познания Бога человеком. И в то же время и празднуем венец, так сказать, сбор духовного урожая, который также совершился в тот момент, когда на святых апостолов сошла благодать Святого Духа. Поскольку весь предыдущий опыт Богопознания, который был у человечества, он получил свое максимальное, наиболее откровенное выражение в том чуде, великом чуде Пентикости и Пятидесятницы. Сошествие Святого Духа, который излился на святых апостолов на 50-й день после воскресения Христова, согласно обетованию данному Господом нашим Иисусом Христом, апостолам, чтобы они вместе ожидали пришествия Утешителя, который наставит их на всякую истину. И действительно, то просвещение, которое было даровано святым апостолам в сошествии Святого Духа, оно совершеннейшим, кардинальнейшим образом преобразило, изменило вообще весь тот опыт, который они, духовный опыт, который они имели на тот момент, к моменту сошествия на них Святого Духа. Те дары, которые, как семя, ожидали возможности прорасти, хотя святым апостолам, может быть, и казалось, что они уже обладают едва ли неполнотой Святого Духа, и исцеляя всевозможных больных, и изгоняя бесов и задержимых. Тем не менее, вот именно теперь, после того, как их души получили опыт и сопричастности с страданием Христовым, и радости воскресения Христова, и опыт познания Христа как Бога в Вознесении Господнем, вот теперь этот опыт, он перешел уже на совершенно качественно иную ступень. Пришел Святой Дух и просветил все то, что было прежде неясно, непонятно, скрыт от взора святых апостолов, исполнил их необычайными, совершенно сверхъестественными силами, дарованиями, научил их говорить различными языками и сделал их полностью готовыми, всеоружными для того, чтобы выйти на ту спасительную проповедь, которая совершенно в краткое такое время покорила Христу всю тогдашнюю экумену, весь тогдашний обитаемый мир, и даже, в общем-то, продвинулась далеко за его пределы в стремлении святых апостолов просветить всех живущих на земле тем же светом Божественной Благодати, которым были просвещены в Сошествии Святого Духа и они сами. И вот по этой причине мы с вами сейчас совершаем вот такое двойное празднование. Это празднование и в честь Превечной Троицы, которая открыла свое троечное существо, свое троечное величество в сошествии Святого Духа, когда Святой Дух проявил себя в этом сошествии и был познан святыми апостолами через них и остальными верующими как несомненная божественная личность, пришедшая к святым апостолам по ходатайству Второй апостаси Святой Троицы, Слово Божие, Сына Божие от Отца. И таким образом даровала им познание всей полноты божественной жизни, божественного существования. Но, как мы говорили, начало этому было положено еще в самые такие ранние, ранние первые времена заключения союза между Богом и человеком. И поэтому сейчас мы с вами вот в этих беседах, которые сегодня начинаем, ну, окинем нашим мысленным взором с одной стороны и вот эту продолжительную историю познания человеком тайны Святой Троицы, тайны божественного существования, единства в трех лицах и вот высшее и, несомненно, наиболее значимое для нас проявление этой тайны Святой Троицы в сошествии Святого Духа. Поэтому сейчас мы поговорим о событиях и местах, которые связаны как и с первым явлением так называемой ветхозаветной Святой Троицы в образе трех ангелов, в котором она благоволила предстать и явиться праведному Аврааму, о святому праотцу, отцу всех верующих, и, естественно, поговорим с вами и о том месте и о его истории, где совершилось чудо сошествия Святого Духа, дополнив и восполнив, придав новое качество, как мы уже говорили, познания Святой Троицы в сошествии Святого Духа на святых апостолов, то есть о святом Сионе, колыбели всей православной церкви. Итак, начнем мы с вами с вот того известного и очень близкого в особенности нам, русскому народу, образа, который запечатлен на великой, без сомнения, иконе преподобного иконописца Андрея Рублева, который изображает, по-новому совершенно переосмыслив, явление Святой Троицы праведному Аврааму под мамврийским дубом. Что же это за история, что это за явление, что это за места, в которых это явление происходило, какова была дальнейшая история, мы с вами сейчас побеседуем, поговорим в этой нашей с вами нынешней лекции, беседе, обзоре, так сказать, вот этих библейских событий. Итак, собственно, самому явлению Господа посвящена 18 глава книги Бытия. В ней как раз-таки повествуется о том, что Господь явился Аврааму у Дубравы Мамры, когда Авраам сидел перед входом в шатер. И Святой Праведный Авраам, как говорится в библейском тексте, возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. И, конечно, удивительно совершенно поведение Авраама. Увидев трех совершенно незнакомых ему странников, он тут же оставляет свой вот этот полуденный отдых, бросает все свои какие-то там дела, мысли, размышления, потому что главная его цель сейчас – это исполнить добродетель гостеприимства, странноприимства. И вот он подбегает к этим трем неизвестным ему, незнакомым устранникам, поклоняется им до земли, и со словами «Вадыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». И три странника согласились на то, чтобы он это сделал. Авраам бежит, велит взять самые лучшие муки, замесить хлеб, испечь свежие хлебы, заколоть нежного теленка из своих стад, и приготовить для этих странников. То есть вот три какие-то совершенно незнакомые человека идут мимо его шатра. А Авраам вот с таким рвением, с такой заботой стремится устроить для них трапезу, омывает им ноги, готовит для них теленка. С одной стороны, это, конечно, говорит о том, что Авраам был необычайно добродетельным человеком. О том, что он был готов оказать вот такой вот необычайно сердечный приют, который просто стал именем нарицательным в веках костеприимства Авраама. Стало таким вот символом наиболее возможной заботы о странниках, о пришельцах, о гостях. И это очень такой важный, конечно, момент. И вот для нас очень важное напоминание, несколько, может быть, даже, конечно, странное напоминание в наш век всеобщей разобщенности, когда довольно трудно найти бескорыстное гостеприимство, тем более к совершенно незнакомому человеку, когда незнакомый человек в первую очередь внушает чувство опасения, опасности, необходимости как-то защитить себя, своих родных и близких от вторжения. Но вот Авраам совершенно не боится этих странников и делает все для того, чтобы упокоить их на этом пути, хотя не знает ни цели этого пути, ни его продолжительности. К сожалению, это очень сильно отличается от того, что мы сейчас видим во всей нашей окружающей жизни, когда, конечно, гостеприимство будет человеку оказано, но исключительно в зависимости от толщины его кошелька или, так сказать, наполненности его кредитной карты. Совершенно не таков Авраам. С другой стороны, конечно, необходимо помнить о том, что Авраам это делает, ну, действительно, в расцвете своего такого уже богопознания, своего духовного опыта. На тот момент ему уже сто лет. Это крепкий старец, и при этом он уже заключил свой завет с Богом. Ему было уже несколько богоявлений. Его душа приобрела необыкновенную чуткость, необыкновенную интуицию. Он живет в благодати Божией. И в этой благодати Божией он чувствует очень многие вещи, которые недоступны, непостижимы обычному человеческому зрению. Поэтому совершенно тоже удивительно и заставляет обратить на себя внимание то, что Авраам подходит к трем странникам, но при этом обращается к ним как к одному. Он говорит, «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими», он говорит это трем. И вот поэтому святые отцы и трактуют, понимают вот это явление ангелов, Аврааму, как явление не просто каких-то бесплотных сил, но явление именно тайны Святой Троицы в виде трех бесплотных ангелов, явившихся Аврааму. Потому что Авраам в этих трех странниках уже чувствует то внутреннее единство, которым они связаны, которым они объединены, как образ трех лиц единого божества, единой Святой Троицы. Поэтому вот это ветхозаветное богоявление Аврааму, оно и становится одним из первых и главных иконографических образов Святой Троицы. Поэтому мы с вами знаем теперь вот этот образ, как иконографическое воплощение Троицы Ветхозаветной, выражение, иконографическое выражение Троицы Ветхозаветной в виде трех ангелов, сидящих под дубом у шатра Авраама. Мы познаем в той мере, в которой это было доступно, пониманию человека Ветхого Завета, уже познаем, предугадываем тайну, великую тайну Святой Троицы, которая в полноте, в духе откроется людям спустя, ну, порядка, наверное, полутора тысяч лет после того, как является сейчас Авраамом. И во время этого явления Святой Троицы, как мы знаем, Господь дает обетование Аврааму, что у того будет сын, и несмотря на то, что Сара, который из скромности остается в шатре, внутренне усмехается в себе и говорит, что как это может быть, господин мой стар, да и я уже не в том возрасте, чтобы родить. Явившийся Аврааму обнаруживает свое всеведение божественное и говорит, почему засмеялась Сара в себе? И Сара вынуждена смущаться и говорит, что она не смеялась, ну, действительно, она не смеялась достаточно громко, чтобы это мог кто-то услышать. То есть это был такой внутренний, какой-то горький смех женщины, которая состарилась, которой было уже 90 лет и для которой, конечно, родить в таком возрасте ребенка было чем-то совершенно невообразимым. Но Господь подтверждает свое всемогущество своим всеведением и говорит о том, что через год я буду здесь, назначенный срок буду у тебя в следующем году, и у Сары будет сын. Есть ли что трудное для Господа, говорит он. То есть этим также подчеркивает и открывает то, что он не просто странник, то, что это не просто три каких-то таких странствующих посетителя Дубравы Мамры, Шатра Авраама, но некто исполненные божественной силы и божественного достоинства. И, ну, где же происходят все эти события? Что это за место? Ну, из священного писания и священного предания мы знаем, что это место называется Дубрава Мамры, Аланей Мамры на еврейском языке. И находилась эта Дубрава на окраинах, то есть, вернее, подходила к окраинам города Хеврон, который также называется в священном писании другим таким своим именем Кириат Арба, то есть, деревни четырех или деревня союза. И вообще, само название Хеврон, оно, в общем-то, и восходит к корню, который означает союз, объединение, соединение, завет. И вот уже в этом самом названии мы слышим внутренний, символический смысл того, что в действительности в Хевроне произошло. Это такой союз между Богом и человеком, когда Бог открывается, человек открывается Аврааму в своем таинственном троечном существовании, он знаменит собой такую особую совершенно ступень духовной истории всего ветхозаветного человечества. Итак, с вот этой Дубравой Мамре, с Хевроном оказываются связанные важнейшие события в жизни Авраама всего человечества, естественно, его потомства, потому что там он получает обетование о рождении своего сына Исаака, смеха, веселья, радости, как переводится его имя. Там, собственно, происходит и это рождение, и воспитание, возрастание Исаака. И там же, в этом же собственном месте, в пределах Хеврона, Авраам и Сара, а впоследствии и все их потомки, патриархи, находят свое покоение. Поэтому Хеврон это такое очень важное в духовном отношении места, это священный город, издревле почитавшийся в таком качестве и иудеями, и впоследствии христианами, и мусульманами. Это один из четырех священных городов иудаизма и один из четырех священных городов мусульманства. Ну и для христианства также он имеет довольно важное духовное значение. поэтому в общем-то во все века истории Хеврона, такой истории достаточно сложной, непростой, изобивающей различными событиями, всегда почитались вот эти важнейшие священные места. В первую очередь это то дерево, тот дуб, под которым явилась Аврааму Святая Троица, ну это наиболее важно конечно для христиан, но священный дуб почитался и иудеями, и другими народами, и думеями, и впоследствии мусульмане также относились с глубоким почитанием к этому святому месту. И конечно очень большое значение имеет и сама гробница святых праотцов. Также в такой особенной степени она конечно почитается и современными иудеями, и мусульманами безусловно, которые также производят свой род от общего их с евреями праотца Авраама. Ну и конечно для нас христиан праотец Авраам, святые праотцы также являются образцом веры и праотниками достойными всяческого почитания памяти и вот такого священного поклонения тому месту, где они нашли свое земное покоение. Поэтому и для нас тоже вот это место, где упокоились Авраам и Сара и их потомки праотцы, оно тоже является такой святыней. Ну история этих святых мест, она была невероятно изменчива и если в отношении места погребения Авраама и Сары никаких каких-то споров и перемен не возникало, поскольку это место было известно с древности, называлось оно по-еврейски Меорат Махпела или двойная пещера. Это место, которое Авраам сам еще после смерти Сары выкупает для того, чтобы сделать его своей семейной усыпальницей, причем отказывается принять это место в дар, но платит за него достаточно высокую цену, для него это принципиально, об этом повествует 23 глава книги Бытия. В то время в Хевроне, судя по библейскому тексту, обитают хетты, один из таких малазийских народов, которые в то время создали довольно такую сильную империю в Малой Азии, ну и также вообще расселились практически по всему Ближнему Востоку. Вот у Ефрона хеттиянина Авраам выкупает эту самую пещеру и долгие долгие столетия эта пещера является местом вот особенного почитания и поклонения у еврейского народа. Там в этой пещере, как мы знаем, были погребены Авраам, Сара, там нашли свое покоение Исаак и его супруга Ревека, там упокоился Иаков, он же Израиль, со своей женой Лии, и только лишь его любимая жена Рахиль особым промыслом усмотрением Божиим была упокоена на пути Вифлеем, где до сих пор тоже честуются ее могилы, ее гробница Рамат Рахель, и также туда были перенесены после возвращения из Египта двенадцатью коленами Израиля были перенесены кости их патриархов, праотцов и в том числе кости праведного Иосифа и также нашли свое место в этой общей семейной фамильной усыпальнице праведников Ветхого Завета. Что же касается мамврийского дуба, под которым явилась Святая Троица в Раму, то, конечно, определить место этого дуба, как показывает история, оказалось не такой уж легкой задачей, хотя на протяжении истории по меньшей мере три раза делались такие исторические попытки, и вот именно это место, именно вот этот дуб объявлялся почитателями как раз таки тем самым местом и тем самым дубом, под которым явилась Святая Троица Аврааму, ну и утверждалось, что дуб этот будет стоять до конца веков, до самого страшного пришествия, но к сожалению дуб, как и любое другое дерево, хоть и долговечен, однако все-таки не бессмертен, поэтому несколько раз в течение истории почитания этой дубравы меняются те места, на которых это почитание совершается, и сейчас нам известно по меньшей мере два места, которые мы почитаем в качестве вот того самого дуба из дубравы мамри, но надо сказать, что дубрава это была весьма большой, и конечно сейчас вот с точностью сказать, где когда-то стоял шатер Авраама уже так сказать почти четыре тысячи лет назад не представляется в принципе возможным, несмотря на ту человеческую память, которая пыталась сохранить это место для потомков. Сейчас существуют две версии этой дубравы, этого дуба, как мы с вами знаем. Одна очень древняя, другая появилась сравнительно недавно и связана с нашим русским подворьем. Итак, древнее место, на котором располагался шатер Авраама по воззрениям и по вере его потомков, так и называется Аланея-Мамри, Дубрава-Мамри, находится она на самом севере современного Хеврона. Если ехать по шоссе 60 из Иерусалима и въехать в Хеврон непосредственно прямо с севера через имеющийся там въезд, то буквально въехав в город, спустя один квартал нужно повернуть на кольцевом движении влево на восток и буквально вот проехав несколько домов вы увидите по левую же сторону такую довольно большую, свободную, огороженную сеткой рабицы площадку, находящуюся между несколькими домами. С одной стороны там какой-то такой мебельный магазин, стоит будка, в которой продаются билеты, но, естественно, никакого билетера там нет, поскольку нет постоянного притока туристов. Если вы захотите пройти и внимательно осмотреть вот это священное памятное место, то можно взять ключи в этом мебельном магазине, открыть навесной замочек, пройти и прогуляться по вот этому достаточно большому мощеному каменными плитами пространству, где когда-то происходило великое множество самых различных и священных и трагических событий в истории, связанных с почитанием Авраама и с явлением Святой Троицы. Ну, в принципе, можно просто даже хотя бы, если времени или желания такого нету, просто через прозрачную сетку осмотреть это место, не заходя внутрь. Ну, и не лишним будет, конечно, знать о том, что с этим местом связано. Здесь стоял действительно очень древний дуб, по всей вероятности не один, но вот именно вот это место почитания маммрийского дуба и шатра Авраама, оно относится к временам царя Ирда Великого. И именно он обращает внимание на вот это место, которое называлось Дубравой Мамри, или еще его очень часто называли Теревинф, поскольку как-то путали Теревинф с палестинским дубом, они похожи тем, что очень такие ветвистые и дают очень много тени, хотя Теревинф или Терпентин относится к семейству фисташковых. и с давних времен вокруг одного очень такого большого чтимого и древнего дуба на этом месте собирались как иудеи, так и иудумеи, к которым относился царь Ирод. И это было местом с одной стороны и такого религиозного почитания, ну а с другой стороны, как это часто бывает на востоке, там же совершалась и торговля, которая возникает практически везде, где появляется житель востока, поэтому там особенно в какие-то такие праздники раскидывались шатры, приходили и местные иудеи, приходили и представители каких-то других народов и племен, тут проходили праздники, тут совершалась торговля, ну и конечно выглядело это порой так, ну все как такой какой-то восточный праздник и восточный базар. Это место Теревинф почиталось впоследствии уже не только иудеями, но и язычниками, которых конечно тоже с приходом на эти места римлян привлекали любые места, в которых совершалась торговля, в которых совершалось какое-то поклонение, римляне были достаточно людьми любопытными, ну и охотно принимали участие в каких-то местных таких вот событиях подобного рода. Поэтому очень скоро, конечно, из места, где почитался праотец в Раам, и где благочестивые идеи приходили для того, чтобы поклониться тому дубу, под которым совершилось вот это памятное богоявление, появились уже в скорости и какие-то идолы, и думейские, и римские, и вообще, конечно, сам такой священный характер этого места несколько подистерся, подиспарился. Поэтому царь Ирод, он делает все для того, чтобы как-то это место облагородить, придать ему все-таки характер такого святилища. Он покрывает каменными плитами отмосткой пространство вокруг этого почитаемого дуба, и он же обкладывает его таким каменным кольцом. Это каменное кольцо до сих пор можно видеть, поэтому мы точно знаем, где стоял тот древний дуб, который почитался во времена царя Ирода и во времена Христа, как то место, где Авраам принимал Святую Троицу. Царь Ирод, несмотря на все свои беззакония, он все-таки старается придать этому месту такой вот священный характер. Совсем по-другому, конечно, воспринимают это место впоследствии римляне. Для них оно оказывается во многом еще связано с кровопролитными событиями двух иудейских революций, в которых римляне потеряли довольно много солдат при попытках усмирить непокорный иудейский народ. Так первым, кто захватывает Хеврон и устраивает там грабеж и резню является Симон Бар Геора, один из знаменитых вождей первого иудейского восстания. И там же он потерпел сокрушительное поражение от римлян, которые после этого вырезали практически все мужское население Хеврона. Постепенно рано это затягивается. К 130 году место, на котором стоит дуб почитаемый, опять становится оживленным местом и поклонения, и торговли. И в 130 году, буквально за два года до наступления второй еврейской революции, его посещают во время своей поездки по провинциям римской империи, в том числе в Палестине, император Адриан. И Адриан, которому это место весьма понравилось, распорядился построить там языческий храм в честь бога торговли Меркурия-Гермеса. Рядом расположились казармы римского легиона, и римские легионеры с большим удовольствием также принимали участие во всех вот этих торговых и праздничных мероприятиях, которые совершались под древним дубом Авраама. Но буквально в 132 году начинается страшная война, восстание Баркох по-иудейскому вождя против власти римлян, и кровопролитнейшая война, которая стоила Риму таких потерь, что Адриан, докладывая, так сказать, в Сенате потом после победы над иудеями даже избегает обычной в таких случаях формулировки, когда воздает за эту войну ее успешное завершение, благодарность богам, поскольку потери римлян таковы, что, в общем-то, конечно, радость их омрачена такими кровопролитными боями, которые им пришлось понести. Но и для иудеев это место, Теревинф, это место, где их пратец Авраам когда-то принимал Святую Троицу, становится местом такой, в общем-то, национальной трагедии. Это место развлечений и торговли, в которые его превратили иудеи, Адриан превращает в крупнейший рынок рабов. Практически всю добычу, которую он захватывает, а это в основном иудеи, которых он покоряет силой своего оружия, вот под этим самым Теревинфом продают в рабство. По разным оценкам, разным источникам, здесь, под этим Теревинфом, на этом месте могло быть продано в рабство до 200 тысяч иудеев от общего их количества захваченного в плен. Это, конечно, страшный удар, который был нанесен иудеям, причем на таком святом, священном для них месте, ну, которое они же, в общем-то, сами, в том числе, превратили в место торговли. Вот, в каком-то смысле, божественное наказание настигло их. где на святом месте они торговали с иноземцами, они, эти моноземцы, были проданы в рабство. Пример такой вот исторической, жестокой, ну, в какой-то степени справедливости, наказующей многолетние человеческие преступления. ну, и после этих событий торговля на месте Дубравы-Мамры, рядом с этим дубом, она не исчезает совсем и до IV века выглядит примерно так же, как выглядело и столетиями до этого. Сюда приходят также иудеи, приходят идумеи, приходят римляне, приходят греки, и здесь совершаются народные празднества, гуляния, причем самого разного тока. Если благочестивые иудеи приходят сюда поклониться дереву, которое до сих пор еще стоит и растет, то идумеи, и прочие язычники приносят здесь жертву петухов, козлов, паранов. Колодец, который находится на этом месте по свидетельству историков, в эти дни совершенно невозможно было использовать, потому что его воды также становились местом, объектом такого жертвоприношения. В этот колодец, который тоже почитается как такое священное место, приписывается Аврааму, и, кстати говоря, тоже место, где этот колодец был, сохранилось, благодаря тому, что он также был обложен каменными плитами, в этот колодец бросают пироги, принесенных жертву петухов, вливают масло, мира, льют туда вино. В общем, воды колодца на время этих праздников становятся совершенно негодными к употреблению. Правда, как отмечают все историки, и иудеи, и и думеи, и язычники, все, кто приходит на это место в это время, они воздерживаются по крайней мере от распутства, несмотря на то, что стоят многочисленные шатры, в которых вместе ночуют пришедшие сюда и мужчины, и женщины, здесь из почитания, из благоговения к этому святому месту, которое поддерживалось и язычниками даже, никогда не происходит каких-то вот таких нарушений нравственности в этом смысле. Ну, тем не менее, обстановка все равно настолько безобразна, что в какой-то момент теща императора Константина Великого, мы знаем в основном о путешествиях его матери Елены, благочестивой, равнопостной царицы, но на самом деле была еще и теща, и тоже весьма благочестивая христианка, которую звали Евтропия, и вот о ее путешествии повествует нам знаменитый историк Евсеев, а также и созамен, и другие историки того века. Вот она, желая поклониться священному дубу, священному месту, как раз-таки приезжает во время такого празднества и застает вот там все вот это безобразие, которое в это время там происходит. Она жалуется своему сыну на это, весьма подробно описывая все происходящее. Константин в гневе дает распоряжение, чтобы все это безобразие было прекращено, и его епархии, правители, подчиненные ему, делают все для того, чтобы пресечь вот эту многолетнюю, можно сказать, многовековую традицию сомнительных празднеств и торговли на этом святом месте. Разрушаются идолы, разрушаются остатки языческого храма, построенного Адрианом, строится на этом месте базилика христианская, и в течение еще четвертого века сюда продолжают приходить многочисленные паломники, которые еще до конца четвертого века описывают, что дуб был еще цел. И несмотря на то, что уже тогда паломники говорят о том, что он будет стоять до конца века, уже блаженный Иероним описывает это место таким образом, что совершенно очевидно, что от дуба остался только очень высокий пень, буквально порядка восьми метров в обхвате и достигавший уровня третьего этажа. Довольно, надо сказать, большая величина для палестинского дуба, который, в принципе, сильной высотой не отличается. Дерево раскидистое, но не слишком высокое. И вот уже с конца четвертого, начала пятого века многочисленные паломники, которые сюда приходят, говорят о том, что от дуба остается только вот этот высокий пень, который постепенно уменьшается и уменьшается, поскольку эти же самые паломники постоянно отламывают от него веточки, кору. В общем, делать все то же, что делают и современные паломники, куда бы они ни попали, стараясь что-то отколопнуть, отковырнуть, отломать, унести, совершенно не задумываясь о том, что останется от этой святыни следующим поколением. То же самое происходило и с этим мамрийским дубом, благодаря чему сейчас от него осталась только каменная обкладка. Но и этому, и, конечно, в общем-то времени, которое также не щадит ничего и разрушает все то, что ему подвластно. и так вот таким образом выглядит история вот этой первой Дубравы Алании Мамри. Базилика существует там христианская до нападения на хеврон персов, которые уничтожают и город, и вот эту святыню. Но после прихода персов, во время такой восстановительной деятельности патриарха Модеста Иерусалимского здесь на месте древней святыни поселяются некие безвестные византийские монахи. Последующие раскопки обнаружили их келья, обнаружили тот небольшой храмик, который они воссоздали на месте разрушенной базилики, то есть там продолжается некая такая монашеская монастырская жизнь, но затем, поскольку нет ни дуба, а монастырь приходит в упадок после исламского завоевания. Место это на долгое время оказывается в забвении, пока наконец в 1928 году здесь не начинаются раскопки и за несколько лет германским археологическим обществом были проведены изыскательные работы, была расчищена вот эта площадка каменная, сделанная еще Ирдом, обнаружены остатки и византийской базилики, и древнеримского, храма и византийского бодестаря, но также и то место, которое отмечало также каменной обкладкой и древний колодец Авраама, и древний дуб. Конечно, те святыни, которые здесь показывали когда-то византийским паломникам бесследно исчезли, не осталось ни дуба, не осталось ни прялки сары, которые здесь показывали византийским паломникам, ни колыбель Исааков, который качала его и его престарелая мать Сара, святая праведница и супруга Авраама, все те святыни, которые почитали здесь византийский период, не буду судить об их достоверности, бесследно исчезли, но само место сейчас можно увидеть, можно прийти и поклониться, вспомнить его такую бурную и сложную историю, ну а также воспеть здесь тропарь Святой Троицы, поскольку это также одно из тех мест, где вполне вероятно могло произойти это великое священное событие, по крайней мере в памяти ни одного столетия именно с этим событием это место и было связано, ассоциировалось и на этом месте совершалось это поклонение. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. видео.